К другим новостям. В Чебоксарах в очередной раз повышается стоимость проезда в общественном транспорте. Причем на муниципальном транспорте будет выгоднее ездить по электронным транспортным картам. Сегодня эту тему обсуждали на заседании Кабинета Министров Республики. С февраля вводится дифференцированная система оплаты проезда. Стоимость билета за живые деньги при этом будет на 1 рубль дороже, чем по карте. По мнению экспертов, переход на новую систему увеличит число владельцев карт. В городском сообщении при оплате проезда билетами длительного пользования. Под билетами длительного пользования понимается электронный проездной билет, предоставляющий право на совершение поезда в пределах фиксированной суммы. В автобусе 15 рублей за поездку, то есть с ростом на 7,1%. В троллейбусе 13 рублей за поездку с ростом на 8,3%. При приобретении билета в салоне транспортного средства в автобусе 16 рублей за поездку с ростом на 14,3%. В троллейбусе 14 рублей за поездку с ростом на 16,7%. Заявляли большую сумму на увеличение тарифа. Разговоры шел о 22 рублях, о 18 рублях. Но после того, как со всех сторон обсуждение этого вопроса происходило, и в том числе по убыткам, и по прибыли, и по Чуваш автотрансу, мы ожидаем просто уточнение еще окончательных цифр по году. И поэтому эти 314 миллионов, они предположительно получаемые убыток в 2013 году, если уровень перевозок расхранится на уровне 2012 года. Поэтому мы пришли к вот такому промежуточному решению, согласовали министерство, именно вот эти тарифы. По новым ценам билеты начнут продавать уже с 10 февраля. Причем стоимость месячного проездного билета на троллейбус по-прежнему будет составлять 650 рублей на один вид транспорта и 1000 рублей на два. Кроме оплаты за проезд изменилась и величина прожиточного минимума. Следуя статистике, стоимость потребительской корзины увеличивается из квартала в квартал, что обусловлено ростом цен на продукты питания, повышение тарифов в ЖКХ и других жизненно важных услуг для населения. Но четвертый квартал 2012 года стал исключением. Прожиточный минимум уменьшился на 2%. Теперь каждому жителю региона на продукты и предметы первой необходимости нужно не менее 5510 рублей. Данное снижение обусловлено уменьшением цен на продовольственные товары. В основном это овощи и картофель, капуста и морковь. Расходы на их покупку в среднем уменьшились в месяц на 90 рублей. Незначительное снижение цен наблюдалось на сахар, фрукты и рыбные продукты. В среднем на 24 рубля в месяц. В результате увеличения цен на хлеб и хлебобулочные продукты и незначительно на молоко. Незначительно увеличились расходы в месяц на 24 рубля. В связи с изменением нормативов потребления горячей и холодной воды и водоотведения уменьшились затраты по статье услуги. Прожиточный минимум вырос во всех регионах ПФО, исключение Чувашия, Ульяновская и Пензенская области. И величина прожиточного минимума в нашей республике занимает в списке вторую строчку снизу, после Марийской республики, где жителям установили минимум в 5427 рублей. Галина Титарчук, Андрей Спиридонов, Республика. Галина Титарчук, Андрей Спиридонов.